На этой выставке мы представляем насосное оборудование фирмы NETCH, NETCH Monopumping Germania. Наше основное оборудование это одновоентовой насос NETCH, который перекачивает вязкие абразивные и агрессивные среды. В частности, в химической промышленности он хорошо может быть использован для точной дозации химических сред, перекачки особо вязких продуктов. То есть тех продуктов, которые центробежные насосы или, допустим, поршневые насосы просто не могут перекачать, не могут справиться с этой задачей. Мы это можем. Кроме этого, мы перекачиваем среды, которые требуют к себе бережного отношения. Мы не вспениваем перекачиваемую среду, не разрушаем ее структуру. Это иногда бывает важным, например, для перекачки полимера, флакулянта, коагулянта на очистных сооружениях. И также могу сказать, что наши насосы, можете обратить внимание, подают продукт без пульсации. Иногда в химической промышленности это важно, особенно в части производства бумаги, ЦБК и так далее. Там красители или крахмал должны подаваться равномерно, без пульсации и так далее, что, в принципе, может быть обеспечено нашей технологией. Что еще можно сказать? Кроме химии, там, здесь, где мы выставляемся, наше оборудование хорошо применяется в нефтяной, пищевой и в экологической промышленности. Если говорить о нефтянке, наше все, мы перекачиваем мультифазные среды. Смесь нефти, воды, газа, то есть вот такая вот газировка, да еще можно и песок, и камни и так далее, тоже перекачиваются нашими насосами. Разумеется, не такими, как вот этот маленький, да, там десятки, даже сотни кубометров в час перекачиваются насосами НЭЙЧ вкупе со станциями управления, которые поддерживают требуемое давление на устье в скважинах. Вот, что касается пищевой промышленности, наши насосы качают, знаете, хорошо, фарш, йогурт. Вот, допустим, вы кушаете в йогурт какой-нибудь там известной фирмы, и в нем плавают кусочки вишни там или маракуйи. Так вот, наш насос совершенно спокойно эти кусочки перекачивает через себя и не разрушает, не перетирает. То есть в него вошла вишенка, вишенка из него ушла. Ну, вот такая вот особенность есть. Если продукт очень вязкий, насосы делают, вот как здесь на стенде, с бункерным входом. То есть не фланец на входе, а квадратного сечения приемное отверстие, на дне которого находится шнек, как в мясорубке в бытовой. И такой насос, вот как этот, может поступать продукт даже не такой вязкости, а буквально вязкости, похожий на творог, на глину. Буквально может кусками падать, и даже в этом случае насосы фирмы NETCH справляются с задачей и осуществляют свою перекачку. Что касается других применений, экологии, я говорил, да, то там два основных применения. Это перекачка полимера, флакулянт, коагулянт, да, и второе применение, это перекачка осадок и сточных вод. То есть, допустим, город Москва, вы же понимаете, да, очень много производит стоков и отходов и так далее. И наши насосы работают на Мосводоканале и перекачивают и камни, и воду, и все, что в колодцы, в сточные канавы сливается, и с песком, и с бутылками. Ну, скажем так, предварительно приходится размалывать иногда бутылки и пивные банки, которые попадают. Для этого у нас есть еще специальное оборудование, которое называется мацератор. Вот. Ну, в общем, если включение, скажем так, меньше, чем диаметр входа в насос, то эти включения мы уже можем перекачать, и с этими включениями мы уже можем справиться. Если коротко, это небольшая модель системы опораживания бочек. Если, предположим, у вас поступают на предприятие бочки с вязким продуктом, ну, к примеру, с солидолом или томатной пастой и так далее, чтобы их опорожнить, можно, конечно, использовать труд, скажем так, рабочих с лопатой. Это вычерпывать, да, совковые лопаты или руками, или еще чем-то. А можно применять вот такие системы опораживания, которые дочисто методом, скажем так, высасывания погружаются в бочки на такой следящей плите. Вон там плакат можно хорошо рассмотреть. И дочисто опораживают эту бочку с вязким продуктом, который в нормальных условиях невозможно выгрузить, например, путем переливания из-за высокой вязкости. И либо продукт настолько дорог, что много его остается на стенках бочки. В нашем же случае она дочисто очищается следящей плитой, по краям которой есть резиновые кромки. Мультивинтовые насосы – наше новое направление. Они, опять же, главным образом используются в нефтяной и нефтехимической промышленности. И, опять же, можно ими перекачивать мультифазные среды, опять же, нефть, вода, газ – все вместе. Большие объемы берут, там, десятки, сотни кубометров в час. Отдельное применение – это топочный мазут, битум. То есть эти продукты, которые в нормальном состоянии имеют высокую вязкость, но разогретым, допустим, до 150 градусов, их подают куда-то в котельну и так далее. И вот эти те самые насосы, которыми эти среды можно перекачивать. Производятся они на заводе НЭЧ в Бразилии. Все сертификаты, требуемые по нашему законодательству, имеют и ГОСТР, и Ростехнадзор, и сертификат Таможенного союза России-Беларусь, ТРТС, там, 012, 011. У нас на них имеются. Насосы марки Торнадо, ротационно-поршневые насосы, для перекачки больших объемов сред. Их используют в нескольких случаях, скажем так, для ликвидации последствий наводнений. Например, был, если вы помните, не так давно ураган Катрина в Америке. И вот там наши установки перекачивали огромные объемы воды, причем не чистой воды, а воды с включениями, опять же, с песком, с камнями, с землей и так далее. То есть, если вы хотите что-то опорожнить, что-то, что имеет нечистую среду, нечистую воду, а что-то, что загрязнено и так далее после урагана, после наводнения, там, хоть прут, подводится такой вот насос на колесной базе, насос фермы НЭЧ, и за короткий срок это можно будет опорожнить, причем методом самовсаса, потому что ротационно-поршневые насосы могут всасывать грязную воду и сточную воду с глубины до 8 метров. Вот. У нас есть колесная база для такого рода насосов, и часто их применяет наше министерство по чрезвычайным ситуациям для ликвидации различных последствий водения. Также их можно применять для тушений пожаров, опять же, в системах пожаротушения, для перекачки огромного количества средств, в системах сельскохозяйственной мелиорации, там, где нужно небольшое давление, но большой объем воды для полива, там, посевов и так далее. Вот применяются насосы Дорнадо. Они имеют производительность у нас в настоящее время до 1000 кубометров в час. Вот. А давление, в зависимости от типа размеров, в настоящий момент до 8 атмосфер развиваю. Продолжение следует...